МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реформы почему закрывают единственный в Черновицкой области реабилитационный центр для пенсионеров и куда деваться старикам? Немецкий гнев, иракский беженец, обвиняемый в убийстве школьницы, арестован и экстрадирован в Германию. Почему это вызвало шквал критики миграционной политики? Они все же договорились. В Канаде завершился саммит Большой Семерки, и его участникам, всем за исключением Трампа, удалось прийти к общему решению. Каковы результаты встречи и в каком контексте политики упоминали Украину? Мой коллега Дмитрий Анопченко в Канаде следит за всеми событиями. Они разлетаются из Квебека в далеко не лучшем настроении. Хотя бы потому, что больше всего тут ценят единство, а в этот раз даже видимость создать не удалось. Дональд Трамп итоговый документ встречи принимать отказался. Написал об этом, как обычно, в Твиттере, уже из самолета, покинув саммит раньше всех. Я поручил нашим американским представителям не одобрять коммунике, поскольку мы рассматриваем возможности ввести тарифы на автомобили, заполонившие американский рынок. Сообщив миру, а заодно и коллегам по Большой Семерке, подписи Америки под коммунике не будет, а значит и общие договоренности Вашингтон выполнять не собирается. Хотя до этого Джастин Трюдо успел заявить, документ согласован всеми странами. Чуть раньше, на прощание выйдя к прессе, Трамп тоже не скрывал раздражения. Люди, мы не можем продолжать все это. США как свинья-копилка, из которой все вытряхивают деньги. И с этим пора заканчивать. Фотографии говорят больше, чем тысячи слов. Во время общих встреч Трамп сидит, скрестив руки на груди, а остальные политики сгрудились вокруг него, словно атакуют. На переговорах тет-а-тет, напряженная поза, взгляд мимо собеседника. Семерка еще формально не превратилась в шестерку, но на деле единомышленников тут было шестеро. А американский президент сам по себе, отдельно. И то, что под аккомпанемент протестов участники саммита хоть как-то смогли договориться, и заключительный документ подписан, это уже достижение. Потому что, как неофициально признались нам дипломаты, до последнего времени прорабатывался вариант, что канадский саммит вообще закончится одним только заявлением Трюдо. Премьер-министра страны-хозяйки, а общее мнение в принципе не сформулируют. Но оно все-таки есть. Шесть без одного, в частности, договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры против России. И еще раз, теперь уже публично, отвергли предложение Трампа вернуть Москву в состав семерки. Большая восьмерка превратилась в семерку из-за незаконной аннексии России и Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Москва должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует. Все просто. Мы были восьмеркой до начала 2014 года. И было общее решение вернуться к формату семерки. Не видеть больше за общим столом Россию. Потому что она вторглась в Украину, и были заключены минские соглашения, которые должны соблюдаться. Президент Макроны будет хозяином следующего саммита G7 в августе 2019-го в городке Бьяриц. И, покидая Квебек, сильные мира сего ломают голову, в каком составе они соберутся во Франции. Кто будет на их семейной фотографии? И сколько их там будет? Шесть или все-таки семеро? Ведь, как бы ни подчеркивали европейцы свою самостоятельность, обойтись без Вашингтона они все равно не могут. Без штатов общие договоренности не всегда и сработают. А значит, весь этот год им придется искать общий язык с Дональдом Трампом, который, похоже, свой знаменитый предвыборный лозунг об Америке, которая на первом месте, решил реализовать даже в отношениях с ближайшими союзниками. Из Квебека Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Взрыв в ночном клубе в Сумах. Мужчина в Балаклаве забежал в помещение и бросил гранату прямо в людей. В результате взрыва пострадали 9 человек. Все подробности в следующем материале. Все произошло утром около 6 часов. Неизвестный мужчина, скрывая лицо под Балаклавой, забежал в клуб и швырнул гранату в людей. Охранников и нескольких посетителей ночного заведения. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зоне фейс-контроля на входе в зал клуба. На место прибыли 5 карет скорой помощи. Пострадали 9 человек в возрасте от 18 до 34 лет. У них рваные раны. Находятся пострадавшие в хирургическом, теракальном и сосудистом отделениях областной больницы. Пациенты, которые находятся у нас в лекаре, станут ближе к задовольному. Один ближе к середине тяжкости. Далее характера травм. У хворых множительные осколковые поранения верхних и нижних кинцов, штула, черепные стенки, обличие. Всем надо на помощь. Осколки выдавленные, которые еще на этапе выдавления. Все пострадавшие в шоковом состоянии. Самый тяжелый пациент с травмой глаза. Его уже прооперировали. Нападавшего удалось задержать почти сразу. Это 28-летний житель Сум. До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в СИЗО. Пока свою вину он не признает, предварительно известно, что накануне взрыва этот человек приходил в заведение, но его не пропустили. Если вину задержанного докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. Магда Крявяс, Олеся Боровик, Юлия Настенко. Подробности телеканал Интер Сумы. Украинских военных на Донбассе продолжают обстреливать боевики. За минувшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины. Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы. Потерь среди украинских военных нет. Где палили чаще всего и какая ситуация на передовой, знает Геннадий Вивденко. Напряжение на Мариупольском и Луганском направлениях. В районе Горловки украинские войска стабилизировали ситуацию. Однако о прекращении огня здесь пока рано говорить. Одиночные прострелы с той стороны постоянная практика. Время от времени приходится давать ответ по приказу. Украинским бойцам удалось продвинуться на окраины оккупированной Горловки. Сейчас здесь господствует стрелковое перемирие. То есть огонь открывает враг из гранатометов и пулеметов. Почти все войны на этом участке Восточного фронта украинской обороны из-за Львовской области. В одном из опорных пунктов на окраине Горловки у них появилась приятная весть. До противника здесь метров 50. Он даже может сейчас нас слышать. Здесь в этом полуразрушенном доме оборудовано укрепление украинских воинов. Однако на днях здесь появился добрый знак. Как ласточки свили здесь гнездо. Бойцы считают, что это очень хорошо. Это вселяет надею, что все-таки будет и тут житие, и люди сюда повернутся, будут заводить свои гнезда. Ну и будет мир на всей земле. В маленьком гнезде под крышей покинутого дома в поселке Зайцево, занятого отрядом ВСУ, уже появились птенцы. С той стороны враг начинает очередной пулеметный обстрел. Нардеп от радикальной партии Юрия Чижмаря госпитализировали в больницу в Польше. Об этом сообщил его коллега Нардеп Игорь Масичук. По его словам, Чижмарь находился в легкомоторном самолете, который разбился в польском городе Жешу вчера вечером. С ним было еще два человека, они сейчас в больнице. Девятиклассник Игорь Шибко из Днепра изобрел помощника для незрячих людей. Парень сконструировал систему из ультразвуковых датчиков, которые реагируют на препятствия. Из чего состоит конструкция, расскажут наши корреспонденты. Осторожно, помеха, слева. Здесь записан голос нового брата, который начинал эту работу. Но в новой работе я уже сам продолжил ее. Там же был мой голос. Осторожно, помеха, снизу, слева. Осторожно, помеха, сверху. Помощника для людей с проблемами зрения Игорь сделал из подручных материалов. Несколько ультразвуковых датчиков, транзисторы, аккумуляторы, плата и система голосовых оповещений. Это все, что понадобилось юному изобретателю. В контроллер была записана наша программа, в микросхеме памяти был записан мой голос, все речевые фразы. И уже при срабатывании какого-либо из датчиков, то есть при обнаружении препятствия, он выдавал ему, человеку, то есть выдавал нормальное оповещение. Помеха, снизу, слева. Игорь готовил свои изобретения на всеукраинский конкурс изобретателей и победил. За бестоимость его конструкции около 300 гривен. Подобная разработка для слабовидящих людей есть у израильской компании, но она значительно дороже, более тысячи долларов. Это как современные приставки, которые называются VR-очки, то есть в реальной реальности. Они распознают поворот головы человека. И я хочу делать то же самое, чтобы заменить все датчики на груди, на голове, то есть чтобы избавиться от проводов на человека, чтобы он не был увешанными проводами. Бойцы АТО, которые в результате ранений потеряли зрение, вдохновили парня. Он вместе с родителями уже 4 года занимается волонтерством. Помогает военнослужащим в Днепровских госпиталях. Игорь с 6 лет увлекается радиоэлектроникой. Интерес к этому занятию привели ему родители. Они преподаватели городской станции юных техников. То, что он увлекается, то, что удалось заинтересовать, то, что какие-то результаты появились, а с результатами приходит и интерес к этой работе. Когда нет результата, ну видно, человек как-то опускает руки, переключается на что-то другое. Мне важно, чтобы он действительно научился сам работать. Игорь, кроме помощника для незрячих, уже разработал собственную версию умного дома. Управляет бытовой техникой и даже кормит кота с помощью смартфона. Анастасия Старовой, Елена Миндалюк. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Без горячей воды сегодня в столице оказались более трех тысяч домов, которые отапливаются котельными. В том числе и санаторий Победа. Как люди отдыхают в пансионате и кто возместит им ущерб, выясняли наши корреспонденты. Мария Левицкая приехала из Ивано-Франковска. Более шести лет она ждала путевку. Но вместо того, чтобы подлечить сердце, лишь нервничала. Чтобы помыться, женщина греет воду. И жалуется. До отъезда осталось всего неделя. А курс процедур даже не начался. Петр Журба проработал 50 лет на железной дороге. Перенес две операции на сердце. Ситуация в санатории Аховая, говорит пенсионер. Мені жалко було цих людей, більше трехсот чоловік, которые з особливими можливостями, которые на колясках, которые почти всі инваліди первой и другой группы. Середі них є сатовцы. Я не міг подумати, що таке нелюдське відношення чиновників київських до цих бідних, убитих горем і недугою людей. Мужчина рассказывает, когда увидел, как страдают люди, начал просити о помощі чиновників. Откликнулся лишь нардеп Сергей Рудик. Он лично приїхал проверить, в каком состоянии пансіонат. Вопрос обеспечення горячого водосанатория депутат пообещав поднять на госуровні. Приїхали з цієї України інваліди, першої, другої групи, серцевики, які мають проблеми з дихальними органами. Їх ніхто не хоче чути. Вони звернулися до мера, зустрілася якась людина, яка відповідає за звернення громадян. Вони звернулися до голови Святошинської адміністрації, яка підпорядкована ця котельня. Прийняв начальник управління житлово-комунального господарства. Тут більшість ветеранів людей, які працювалися в своє життя. Як мінімум, якщо ти не можеш надати послугу, то вислухати і спробувати допомогти. Це мінімум, що мав би зробити в цій ситуації будь-який чиновник. Я не депутат з цього округа. К руководству санаторію пенсіонера претензій нет. Показывають стопку запросів Києвгородадміністрації і міністерство політики. Все безрезультатно. Своїми силами адміністрація розробила смету на остановку автономної котельни. Їе стоимость – 8 мільйонів гривень. Но выделять деньги не спешат. Було багато звернень до контролюючих органів спільно з міністерством заборгованості в санаторії перед попереднім Києвенерго, а нынешнім КП «Києвтеплоенерго» немає взагалі по нулям. У нас навіть була переплата за споживання горячого водопостачання у розмірі 15 тисяч гривень. Як оказалось, проблема відключення води глобальна. Нафтогаз требує погасити долг Києвенерго в розмірі почти 5 мільярдів гривень. Тепловіки свої полномочия передали новій структурі теплоэнерго вместе з долгами. І поки чиновники не можуть знайти компроміс і розшити финансові вопросы, пенсіонери остаються без процедур. Марина Григорян, Сергій Відмій, подробності телеканал «Интер». Вони були в шагі от війни. Ізюм на границі з Донецькою областью первым принимал ранених і переселенців с начала боєвих дійствів на Донбасі. А тепер в городі висновляють дороги і ремонтирують больниці. Більше о возрождении города в нашому следующому матеріалі. Маленький городок на границі Харьковській і Донецькій областей. Именно здесь, в 2014-м, був крайний український блокпост перед оккупированным Славянском. Ізюм принял первых переселенців, а Ізюмська больниця – первую волну раненых. Сейчас город вернулся к мирной жизни. Год назад старую районную больницу начали восстанавливать. Заменили кровлю, окна, внутренние инженерные сети. Хирургическое отделение уже принимает пациентов. Полностью закончили ремонт хирургического отделения. Обе стороны чистая, чистые светлые палаты, система кондиционирования. Заменилися окна, стало намного теплее, уютнее, тише. Глава Харьковской обладміністрації говорит, в этом году реконструкцію больницы завершат полностью. 42 роки капітально не ремонтувалися. Ми підійшли комплексно. І в цьому році завершимо всі роботи, починаючи від даху і закінчуючи комунікаціями. Нові вікна, двери, палати, зовнішні, внутрішні роботи. Закінчимо в цьому році не тільки міську лікарню, а й розпочнемо роботи в інфекційному відділенні. І будемо розпочинати ремонтування в пологому відділенні. Кроме больниці, в Ізюмі отремонтували дорогу і восстановили мост через Северський Донецьк. Зміни за цей час пройшли дуже важливі. Всі ви бачили відремонтований міст через річку Северський Донецьк, який не ремонтувався вже на років 30, і дорога. В Ізюмі сейчас багато молодежи. Обживаються і переселенці. Люди просять построити дітям басейн. Открыть басейн жителям Ізюма пообіщали через два года. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновський. Подробності телеканал «Интер» Харковська область. Нет ремонта, нет проезда. В Прикарпатті разъярённые селяне уже більше недели блокирують две трасси государственного значения. Із-за акції на магістралях ежедневно кілометрові затори. Договориться с протестуючими пытались чиновники, але люди уходить з дороги отказываються. Дорога Яблони в Ділятин. 33 км сплошного бездорожжя. Яма на яме. Проехати здесь практически невозможно. Дуже погано. Дуже, дуже, крайне погано. Машина буквально місяць я перегнав з Євросоюзу. Все. Потрібно ремонт. Ходова частина полностью все. Потрібно змінити. Эта дорога проходит через десяток горних сел і соединяє Косовські і Надворненські райони. С требованням немедленно начать ремонт, нескільки сотень селян перекрыли сразу две трасси. В селе Стопчатове, поселке Ділятин. Нам обіцяли минулого року зробити ремонт. Ми чекали, але нічого з цього не вийшло. І на сьогоднішній день дорогу ніхто не ремонтує. Тысячі разъярённых водителей, пробки на десятки кілометра. Уже вторую неделю люди протестують на магістралях. Дорожники просять прекратити акцію і обіцяють начати ремонтні роботи вже в цьому місяці. Ця дорога місцевого значення, вона фінансується тільки з обласного дорожнього фонду. На сьогоднішній час, в зв'язку з обмеженого кількістю коштів, є тільки 40 мільйонів на цю дорогу. Но на такий варіант люди не согласны. Требують від чиновників выделити всю суму, почти 300 мільйонів гривень. Приїжджали дорожники, сказали, що дають тих 40 мільйонів. 40 мільйонів. Ви бачили нашу дорогу? Що за 40 мільйонів можна зробити яку дорогу? Ямковий ремонт, це не підходить. Каждый час проїзд открывають на нескільки минут. Водители, зная об акції, выбирають другие маршрути. А тіх, хто не в курсі, на постах предупреждають патрульни. В місті Далятині перекрита дорога. Якщо ви рухаєте по будьому напрямку за місті Далятині, то ми спорюємо вам приїхати в бездельному шляху. Протестуючий настроений стоять до Победного. Дмитрий участвует в акції з перого дня. На одной ногі з костілями мужчина кожен день виходить на дорогу. Важко, важко, але ми будемо стояти до кінця і не збираємося відступати. Ми простий народ, нас просто відрізали. Зробили цю дорогу, одну дорогу на боку, яку вона потрібна. Все. А ця дорога, ці 10 сіл, вони відрізані, повністю вони відрізані. Вони так, якби їх зараз не існувало. Ніхто нас не бачить. Але, похоже, чиновники йти на компроміс пока не собираються. Глава облгосадміністрації назвав акцію «политическим заказом». А в поліції по факту блокування дорог открыли в отношении селян уголовне производство. Сергей Ткачук, Жанна Дочак, Зиновий Автонас, телеканал «Интер», Івана Франковська область. Черновицька область ліквідирують единственный в регіоне центр реабилитации пенсіонеров. Три десятка больних, інвалідів, одиноких, стариков, ветеранов уже с 20 июня окажуться на вулиці. Почему закрывають медучреждення, розбирались наші корреспонденти. Уже третий год пенсіонерка Марія Філипповна буквально живет в этой больнице. У жінки проблеми со спиною, тяжелая гипертонія. Присматривать за ней некому. Решила перебратися в центр реабилитации. Я кожен рік приїжджала сюди відпочити і полікуватися. Просто дуже добра установка. І все було добре, як бачили, старались, щоб було тепло, уютно і добре, і всім. І такого медперсоналу трудно знайти. В центрі Красного Креста проживають більше 30-ти чоловік приклонного возраста. Одинокі старики, інваліди войны. Вот только уже через дві недели лечиться буде нечем. І негде. Центр ліквідирують. Працівники хочуть далі працювати. Вони проти цього. Вони бачать цих немічних людей, які тут вже звикли, як до свого домівки цього закладу. І зробити все те, щоб це не закрили, не дозволити. Проти закрития пацієнта. Діватися їм некуда. Мені тут було добре, тепер трохи умирати. А що робити? Чекати одного? Я на одному. А закривають центр із-за долгов. Чекати пацієнтів їхніх, то звичайно, що потрібен цей заклад, але вже підпорядкування селищної ради, громади. В поселковому совіті розводять руками. І хотіли би допомогти, але юридично не можуть. Деньги мають право виделяти тільки на медикаменти. Для того, щоб лікарня нормально функціонувала, приблизно потрібно мільйон 200 тисяч в рік. Ми вважаємо, що фінансування повинно йти пропорційно. Якщо буде розуміння обласної державні адміністрації, обласної ради, районної і місцевих бюджетів, то ми ці завдання здатні виконати. Як бути далі? Где скать деньги? Пока чиновники пишуть пісіма обласному руководству, а те кивають на містну власть. Пацієнты собирають веще. Богдан Вирибицкий, Ольга Паломарюк, Ігор Рига. Подробності – телеканал «Интер», Черновицкая область. Ким Чен Ін прилетел в Сингапур. Там идет подготовка к саммиту. Впервые в истории встретятся лідер КНДР и действующий президент США. Как готовиться к этой встрече и чего от нее ждут, расскажет наш корреспондент Светлана Чернецкая. Остров-курорт Синтоза. Здесь заканчивается приготовление к исторической встрече. На улицах усиленные патрули полиции и спецназа. На дорогах проверяют транспорт. В отдельные уголки острова туристов и вовсе не пускают. Обычно расслабленная атмосфера отдыха и развлечений сменяется чувством напряженности. Это историческое событие и, конечно, очень важное мероприятие для Сингапура. Мне очень интересно за всем этим наблюдать и быть так близко к круговороту событий. Особенное внимание к этому зданию. Отель Капелла. Здесь состоится встреча американского президента и северокорейского лидера. Внутрь могут зайти только постояльцы да персонал. По Сингапуру уже разъезжает огромный кортеж Ким Чен Ына. Северокорейский лидер прилетел утром и уже взбудоражил пол страны. Бронированный лимузин Кима сопровождают 20 мотоциклистов и 20 дипломатических и полицейских автомобилей. Это так странно. То есть я много читала про Ким Чен Ына, много слышала о нем, но он всегда изолирован от мира. А тут я была в нескольких метрах от него. Очень необычное чувство. Северокорейский лидер уже встретился с хозяином саммита, премьер-министром Сингапура. Для этого небольшого города страны проведение мероприятия такого уровня – большой вызов. Организация встречи обойдется в 15 миллионов долларов США. Мы готовы потратить столь огромные деньги, считаем это своим вкладом в международное событие. Конечно, нелегко найти место для проведения такой встречи. Оно должно отвечать требованиям обеих сторон. Быть политически и дипломатически приемлемым. Должно быть учтено все – меропезопасность и надежность, расстояние связь, организация работы медиа. Журналисты действительно съезжаются со всего мира. Аккредитацию на этот саммит просили более пяти тысяч представителей СМИ. Принять смогли половину желающих. Это большая редкость – видеть так много журналистов в Сингапуре на маленьком острове, который не особо интересует мировое сообщество. Но сейчас дело не в Сингапуре. Это одно из самых важных геополитических событий в регионе за последние 15 лет. Позднее вечером в Сингапур прилетел американский президент. Дональд Трамп надеется, что убедит Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. А Северная Корея хочет стать официально признанной ядерной державой. Исторический саммит двух лидеров запланирован на вторник, но не исключено, что они встретятся и раньше. Отношения между Трампом и Ыном в последние полтора года были очень нестабильными. От взаимных оскорблений до готовности договариваться. Так что аналитики пока не спешат прогнозировать результаты их встречи. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Телеканал Интер. Арестован и экстрадирован в Германию. В Висбаден доставили гражданина Ирака, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы. Его арестовала полиция Ирака по запросу немецких коллег. Подробнее Татьяна Лугунова. На самолете из иракского Эрбиля во Франкфурт, а потом на вертолете в Висбаден. Немецкие полицейские под конвоем доставили в Германию иракца Али Башара. Здесь его обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы Сюзанны Фельдман. Девушке было 14 лет. Это убийство шокировало всю Германию и меня лично. На всех глубоко тронули страдания, которые переживает семья девушки. Могу сказать одно. Хорошо, что подозреваемый задержан. Сюзанна Фельдман пропала без вести в конце мая. Полиция объявила ее в розыск. А спустя две недели тело девушки нашли на заброшенном участке железной дороги в Висбадене. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 20-летний гражданин Ирака Али Башар, который прибыл в Германию как беженец. Но когда полицейские нагрянули в приют, где жил Башар, оказалось, что он с родителями спешно улетел в Ирак. Уже там его арестовали полицейские. Он рассказал, что был знаком с девушкой. Якобы они гуляли в лесу, выпивали. А потом возникла ссора, и девушка пригрозила, что позвонит в полицию. Башар испугался, ведь она была несовершеннолетней, и попытался убедить ее не делать этого. Когда не получилось, он задушил знакомую и спрятал тело. Сейчас Башара, допрашивая немецкая полиция по прилету в Германию, суд поместил его под арест. Эта трагедия не только шокировала немцев, но и актуализировала много вопросов. Например, почему подозреваемый, которому полтора года назад было отказано в убежище, остался в Германии так надолго? Почему затянулось рассмотрение его апелляции? Или как так получилось, что все расследования против Башара закончились юридически ничем? А за последний год он несколько раз попадал в поле зрения полиции. По подозрению в драке, грабеже, незаконном ношении оружия и изнасиловании. Пока правящие политики обещают разобраться, оппозиция требует сделать выводы. Депутаты от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» уже призвали Ангелу Меркель пересмотреть миграционную политику. А лучше уйти в отставку. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Что обнаружили археологи в Перу? Какое правило этикета нарушила Меган Маркл? И зачем баски выстроились в живую цепь? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Папа Римский провел службу, на которой призвал помолиться за успешное проведение саммита между США и Северной Кореей. Понтифик надеется, что историческая встреча двух лидеров пройдет успешно и будет гарантировать мирное будущее как для корейского полуострова, так и для всего мира. Предстоящая встреча состоится 12 июня в Сингапуре, куда уже прибыл Ким Чен Ин. Группа испанских астрономов обнаружила три планеты, подобных Земле. Небесные тела нашли с помощью телескопа Кеплер. Новые планеты находятся на расстоянии 160 световых лет от Солнца и имеют похожую с Землей массу и радиус. В будущем исследователи планируют охарактеризовать атмосферу объектов и определить их состав. И уже предполагают, что температура планет слишком высокая для существования каких-либо форм жизни. Новоиспеченная супруга принца Гарри, Меган Маркл, нарушила королевские этикетные мероприятия в Лондоне. Герцогиня приехала на празднование дня рождения королевы Елизаветы II в платье с открытыми плечами. Согласно правилам, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с широким вырезом. Несмотря на запрет, Меган Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с оголенными плечами. Десятки тысяч жителей испанского региона страна Басков на севере Пиренеев выстроились в живую цепь длиной 200 километров, чтобы заявить о своем желании провести референдум о независимости. Люди держались за руки от города Сан-Себастьян до самого парламента страны Басков. Согласно конституции Испании, страна является неделимой. Но некоторые регионы считают, что имеют полное право на самоопределение. Более 50 останков детей обнаружили археологи в Перу, недалеко от города Трухиллё. Ученые утверждают, что младенцев использовали для ритуалов, чтобы попросить богов о прекращении разрушительных ливней и наводнений. Сейчас на месте раскопок работают около 30 археологов, которым предстоит выяснить приблизительное время и обстоятельства массовых жертвоприношений. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин